Приветствую вас. Я думаю, что для начала надо бы вообще-то говоря разобраться с этим состоянием. Недовольство мужем. Недовольство мужем может быть вполне себе обоснованное, когда муж действительно делает какие-то вещи, которых раньше никогда себе не позволял и которые раньше за ним не наблюдали, да? Вот. Или муж всегда был таким, глядь, или надеялось, что это изменится, а это не изменилось, в итоге вам сейчас от этого плохо. Согласитесь, несколько разные вещи, разные моменты и, соответственно, у вашего недовольства есть природа. Это первое. Второе. Вы требуете от себя, ради того, чтобы быть с мужем, ради того, чтобы сохранить семью, вероятно, не быть недовольным. То есть запрещают себе свои же чувства. Хорошо ли это? Нет. Для вас это очень вредно. Чувства есть, вы их испытываете, но не выражаете. Точнее запрещают себе выражать. Недовольство есть, вы его никак не выражаете, вы запрещаете себе это делать. В итоге, в конфликте, в ссоре, вы себе, что называется, разрешаете. Вы себе разрешаете все это выплескивать. Но только это так не работает. Потому что, подавая свою позицию и выражая свои интересы в таком ключе, вы действуете себе во вред. Не на пользу, а во вред. Только во вред. Потому что, к вам, появляется весьма несерьезное отношение. К сожалению. Вот, в принципе, что можно сказать. Очевидно, что вы идеализировали брак. Вы говорите, что я представлял, что буду в браке счастливой и изучая любовь и радость. Понимаете? Чтобы быть в браке счастливой и изучая любовь и радость, для этого нужны основания. И от основания нет, то и любви и радости взяться будет неоскуда. Любовь и радость и счастье, как правило, берутся у самого человека, самим у себя. Ведь излучает сам по себе. Рад и счастлив, то он будет, ну вот, скорее всего, излучать это и в реальной жизни с другим человеком. Если нет, то и с другим человеком этого тоже не будет. Вот. В вашем случае, на мой взгляд, мягко говоря, ну вот, ситуация, она такая, что вы хотели использовать брак. Для того, чтобы быть счастливой. А когда выяснилось, что представления о счастье у всех людей разные, то, в общем-то, вам моментально и тут же стало очень не по себе. Так. Согласитесь? Согласитесь, пожалуйста, что проблема-то изначально заключается в вас, не в других людях, а в вас. и, собственно, блескать вам нужно от этого. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Вот. Любые отношения можно гармонизировать. Но в первую очередь необходимо гармонизировать вам свое собственное состояние. Удачи. Удачи.